Рикки Рикки Матушка, вы не передумали? Доверьте мне, Рикки, ведь я твоя мать. Рикки Хрустальный лабиринт Привет, и добро пожаловать в специальный выпуск Хрустального лабиринта. Я Эдвард Тюдор Поул, ну вы можете звать меня Эд. Я принял командование нашим кораблем, и мне бы не хотелось, чтобы это вызвало волнение. Итак, мне предстоит провести группу отчаянных храбрецов по всем поворотам и закоулкам Хрустального лабиринта. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, где испытаниям подвергнутся их находчивость, смекалка и ловкость. Каждое успешно выполненное задание добавит им хрустальный шар, и чем больше они наберут этих шаров, тем дольше смогут пробыть в сердце лабиринта под хрустальным куполом, где будут бороться за главный приз. Сейчас мы познакомимся с ними поближе, но сначала посмотрим, кто есть кто. Первым идет Кенни О'Брайен, 15 лет, из Эдинбурга. Дальше Эрфон Ханиф, 15 лет, из Болтона. Эмма Ратлидж, 10 лет, из Уикфорда, Эссекс. Эллен Колмен, 14 лет, из Уинсфорда, Чешир. Помощный капитан у нас Кэтрин Уильямс, 12 лет, из Кэтфорда, Лондон. И, наконец, капитан Кеннет Мэрри, 14 лет, из Лархола, Ланакшир, Шотландия. Приветствую вас, команда, как дела? Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Прекрасно, надеюсь, вы готовы к путешествию? Да. Хорошо, очень рад слышать. Вы, капитан Кеннет, здравствуйте. Как вы считаете, ваша команда в хорошей форме? Да. Хорошо. Кэтрин, здравствуйте, вы помощник капитана. Здравствуйте. Капитана могут съесть тигры, или он попадет в плен. Вы готовы принять командование? Да. Превосходно. Давайте начнем путешествие. Нам предстоит проплыть по реке в этих каноэ. Начнем по моей команде. Итак, 3, 2, 1, вперед! Будьте очень внимательны, чтобы не упасть. В реке водятся пираньи. Отлично. Держите лодки ровнее, друзья. Гребите осторожнее. Осторожнее, осторожнее. Хорошо, прибежите лодки и дождитесь меня. Жизнь на волнах океана. Итак, мы начинаем путешествие в стране ацтеков. Туда мы и направимся. Итак, вы готовы? За мной! За мной, за мной! Когда вы подойдете поближе, я вам кое-что расскажу. Итак, друзья, ваша цель — собирать хрустальные шары. Вам предстоит множество испытаний. На ловкость, на сноровку, на смекалку, на умение разгадывать тайны. Каждая игра может принести желанный шар, если вы успеете вовремя, от двух до трёх минут. Если время закончится, и вы не успеете покинуть комнату, то окажетесь заперты. И быть может, навсегда. Но вы же этого не хотите? Нет. Ваш капитан может выкупить вас, однако команде придётся заплатить за вас выигранный шар. Каждый шар даёт пять секунд пребывания под куполом. Вы же не будете тратить шары на выкуп? Нет. Давайте начнём, капитан Кеннет. Кому мы дадим первое задание? Думаю, игру начнёт Эмма. Эмма, какое испытание её ждёт? Разгадка тайны. Хорошо, Эмма, идёмте со мной. Эмма, вам даётся две с половиной минуты. Входите. Эмма, давай, Эмма. Я в комнате. Эмма, это комната. Посмотрите на схему. На стене нарисован динозавр. Помогайте ей. Положи эту часть перед той. Вон перед той, большой. Надо сложить все части. Время идёт, надо спешить. Вон там, вон там. Время уходит. Следующий кусок. Клади его рядом. Видишь, вон тот. Другой, рядом с тем. Смотрите внимательно на схему, она вам поможет. Это его нога. А это его хвост. Нет, нет, это нога. Молодец, всё правильно. Всё абсолютно правильно. Да, положи это туда. Ту маленькую ямку. Проверь, чтобы подошло. Так. Нет, нет, не подходит. Попробуй сверху вниз. Да, так лучше. Это нога. Попробуй с головы. Отлично. Там есть место, много места. Да, Кенни правильно говорит. Много места наверху. Перед тобой, перед тобой. Смотрите на схему, если сомневаетесь, Эмма. Да, клади его. Хорошо. По-моему, наоборот. Вот теперь правильно, правильно, Эмма. Это нога. Нет, нога, вон там, это передняя лапа. Вон там нога. Это лапа. Попробуйте ещё что-нибудь. Нет, нет, нет. Вдоль. У вас осталось... минута 15 секунд. Это шея. Шея. Хорошо получается. А это вниз от головы. Правильно, вставьте там, где шея. Быстрее, Эмма. У вас ещё целая минута, так что всё нормально. Клади этот. Это нога. Так, правильно. Теперь кусок слева. Быстрее, Эмма. Вон тот кусок. Где он должен быть? Осталась одна кость. В отверстие, Эмма. Попробуйте в отверстие. Вставь плотнее. Блестяще. Буншар, в глазнице. Скорее, Эмма, выходи. Отойдите от двери, друзья. Есть. Молодчина. Просто здорово. Как вам это удалось? Он был маленький. А вы заметили, что там лежал скелет? Да, он выглядел страшновато. Представляете, какого вам было, если бы вас заперли. Да, и я рада, что не попала в скелет. Капитан Кеннет, где вы? Кто у нас будет следующим? Скорее всего, я. Вы, храбрец. И какое вам дать задание? На сноровку. На сноровку. Идемте со мной. Вниз. Теперь вверх. На эту игру вам дается две минуты. Входите. А вы смотрите через этот люк и можете подсказывать. Надо попадать в отверстие. Но мечи все одинаковые. Время идет. Надо заткнуть дырки. Хорошо, хорошо. Разбросай их по карманам. Поверни, вот так. Надо попасть во все отверстия, так мне кажется. Надо толкнуть вперед, чтобы приостановить его. Вот так. Вы поняли идею? Тогда поверните. Мягче, осторожнее. Еще раз так же. Хорошо, хорошо. Мягче. Хорошо, еще один на месте. Давай, все отлично. Теперь попробуем в другую сторону. Укрепить старую дверь, чтобы она не упала. Это очень кстати. Это очень по-моему. Станови, останови. Вытяни назад. Теперь наружу. Стоп, стоп. Теперь в другую сторону. Так, так. Опять в другую сторону. У вас осталась одна минута. Быстрей, быстрей. У вас одна минута и еще два мяча. Держи его, держи, придерживай. А теперь отпускай. Попал? Нет. Скорее. Стоп. Нет, нет. Как у него дела? Осталось два отверстия. Стой, стой. Придержи его наверху. Еще два отверстия. Не надо, иначе он попадет на первый. Он сможет толкнуть его вперед. Давай, давай. Держи его вверху. У вас меньше 30 секунд. Останови его. Придержи. Толкни вперед. Вмесь. Ужасная духота. Сколько еще осталось? Сколько еще? Сколько осталось? Десять секунд. Десять секунд. Выходи. Выходи. Пять, четыре. Быстрей. Не получилось. Кеннет, что случилось? Наверное, я действовал недостаточно быстро. Я думаю, что вы просто слишком спешили. Но все шло хорошо. Правда, недостаточно хорошо. Итак, капитан, кто будет выполнять следующее задание? Наверное, Кенни. Кенни. И какую задачу он будет решать? Дадим ему задание на ловкость. На ловкость. Хорошо. За мной. Держитесь вместе. Эмма, вы с нами? Отлично. Итак, Кенни. Думаю, вам лучше снять куртку. Давайте мне я посмотрю за ней. Помните, эта игра требует ловкости. И вам дается три минуты. Понятно? Ходите. Часы тикают, время капает. Или надо проложить путь до стены. Да. Вроде кочек. Пристегни этот блок. Вот этот блок пристегни. Верная мысль. Цепляй. Тогда ты сможешь пройти по ним. Верно. Надо построить мост. Молодец. Держись за веревку. Осторожнее. Вот так. Приподними его, потом опусти, чтобы зацепить. А теперь цепляй. Все верно. Кажется, он понял идею. Подтащи его к себе, потом соединяй. Все идет отлично. Остался последний. Держись за веревку. За веревку держись. Встань на колени. Так будет проще. Все хорошо. Осторожней. У вас осталось две минуты, Кенни. Есть, правильно. Крути колесо, быстрей. Правильно, толкай его. Быстрей, быстрей. Сильнее крути. Еще быстрее. Поторопись. Быстрей. Правильно. Хорошо, хорошо. Кенни, вы слегка намокли. О, боже мой. Давай, все идет хорошо. Крути. Крути, крути. Быстрее, быстрее крути. Нельзя слишком торопиться. Если крутить слишком быстро, можно упустить шар. Подтяни его вниз. Бери, бери. Скорее бери, бери его. Он взял. Нет, взял. Взял. Нет. Есть. Потрясающе. Великолепно. Ну, как там, Кенни? Мокро. Немного влажно. Ну, пусть это вас не волнует. Под таким солнцем вы быстро просохнете. На всякий случай, наденьте куртку. Так теплее. Капитан Кеннет, где вы? Да. Кто следующий попытает счастье? Эллен. Эллен. Какое же задание мы ей дадим? На сноровку. На сноровку. Так. Это игра на две минуты. Действуйте. На время идет. Подергай рычаги. Хорошо, хорошо. Двигай правый рычаг. Надо уяснить, какой рычаг за что тянет. Тяни правым. Попробуйте другой рычаг. Здесь нет закономерности. Хорошо, она уже нашла два рычага. Раскачивайте, раскачивайте. Хорошо, вы поняли идею. Давай, давай, Эллен. Хэнни такой молодчин, он меня просто изумил. Настолько хорошо он справился. И вообще, команда прекрасная. Им все удается. Нет, это не тот. Правильно, теперь ищите другой рычаг, чтобы раскачивать дальше. Давай скорей, поднимай. Поднимай быстрее. Нет, опять не тот. Надо тянуть другой. Поднимай его. Правильно, надо его перекатывать. О, нет. У вас одна минута, начните снова. Одна минута. Одна минута. Эти два вы нашли. Еще чуть-чуть. Давай. Не поднимайте второй, пока... Слишком быстро. Правильно. Не знаю, как поднять этот рычаг. Один держи левой рукой, вернись назад. Вернись назад. Правильно, в другую сторону. Вниз, налево, налево. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Тяни первый слева. Первый слева. Самый первый. Нет, нет, тот, что в конце. Нет. 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 Вот этот правильно, правильно, хорошо. Надо идти другой. Выходи, выходи. Восемь секунд. Что случилось? Я запуталась в этих рычагах. Могу себе представить. Ну ничего, они все перепутаны местами. Ничего страшного, вы действовали абсолютно правильно. У вас два шара, это десять секунд под куполом. Это совсем неплохо. Это уже половина среднего выигрыша. Капитан Кэннетт, я жду ваших указаний. Как насчет следующего сектора? Следующий сектор, отличная идея. Идите сюда. Осторожнее. Капитан с нами. Крустальный лабиринт. Вы не чувствуете себя необычно? Да, да. Это неудивительно. Не удавайтесь. Идите за мной, держитесь вместе. Все здесь? Да. Прекрасно. Итак, мы в кабине управления заброшенной космической станции, которая вращается вокруг Земли. Дела идут неплохо. У нас два шара, это десять секунд. Капитан Кэннетт, кого вы выбираете для следующего задания? Думаю, играть будет Эмма. Эмма. И какое ей предстоит испытание? На смекалку. Задание на смекалку. Эмма, идите сюда. Итак, Эмма, на разгадывание загадки у вас есть две минуты с того момента, как закроется эта дверь. Входите. Чтобы получить шар, надо вставить недостающие до суммы числа. А чему равна сумма? Здесь стоит ноль плюс восемь и свободное место. Ноль плюс восемь и свободное место. Чего надо начинать? Что надо делать? Вы можете создавать разные числа, Эмма. Прибавь что-нибудь. Вы можете открывать полоски и превращать одни цифры в другие. Разные. Должно быть двадцать семь. Из этих кусочков надо делать цифры, чтобы получилась сумма. Попробуй изменить ноль. Да, вы можете менять их вид, Эмма. Посмотрите. Эти белые полоски меняют форму арабских цифр. Ты можешь менять числа. Поменяй верхние цифры. Сделай двадцать семь. Должно быть двадцать семь? Да, сделай двадцать семь. Двадцать семь. Первая цифра должна быть два. Правильно. Вы начинаете понимать идею. Да, правильно. Дальше семь. 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 Поменяй снизу вверх. Неправильно. Можно изменить восьмерку. Да, ты можешь изменить восьмерку. Не могу вам помочь. Вы лучше знаете математику. Надо, чтобы было двадцать. У вас осталось тридцать пять секунд. Ты можешь открыть полоску сбоку. Тридцать секунд. Время еще есть. И это не двадцать семь. Попробуй изменить восьмерку. У тебя всего тридцать секунд. Измени восьмерку. Попробуйте еще. Возьмите другую сумму. Попробуйте двадцать. Эту. Попробуй двадцать. А что для этого менять? Попробуй пятнадцать. У вас осталось восемь секунд. Восемь. Выходи, выходи! Выходи! Три! Выходи, Эмма, быстрей! Эмма, я понимаю, что это было сложно. У меня не получилось семь. Я не смогла сделать семерку. Там не должно было быть семерки. Надо было найти что-то другое. Но вы показали великолепную смекалку. Ничего страшного. Давайте двигаться дальше. Вы старались, как мы могли. Капитан Кеннет, что мы теперь будем делать? Пусть Эрфан разгадает тайну. Эрфан, разгадка тайны. Эрфан, идите сюда. Эрфан, это игра на три минуты. Входите и желаю вам удачи. Ищи подсказку, подсказку! Часы запущены. Это у него в руке? Да, наверное, вот здесь. Да, это у него в руке. Прочитай! Прочитай, быстрей! Что там написано? Что написано? Не знаю. Прочитайте, что вы взяли из его руки. Что там было? Что ты взял сначала? Да, прочитайте. Бортовой журнал. Год 2057. Подойди к карте, там есть карта. Всё интереснее и интереснее. Карта висит справа от тебя. Справа карта. Я не знаю, что надо искать. Надо искать подсказку. Надо борт-журнал найти. 2057. Найдите бортовой журнал. Нет, нет, холодно. Он с другой стороны. Оглядитесь вокруг, найдите его. Он среди книг. Да, я нашёл. Открывайте и читайте. Пора чистить аквариум с пришельцем. Что я там найду? Полторы минуты. Где аквариум с пришельцем? Вы нашли аквариум с пришельцем? Этот аквариум стоит перед мёртвым учёным. Вы видите аквариум? Он прямо перед тобой. Там должен быть аквариум с пришельцем. Да вон он. Он позади вас. Повернись. Вот это и есть аквариум с пришельцем. Нашёл. Что там написано? Чтобы найти шар, спустись к центру земли. Глобус. Земля, земля. Нет, назад. Глобус. Глобус. Земля — это глобус. Земной шар. Нашёл. Есть. Эрфан, что там произошло? Что случилось? Что случилось? Я не знал, что делать, пока кто-то не крикнул «Глобус». Глобус. Да, и тогда я его увидел. Потрясающе, великолепно. Теперь у вас есть три шара. Итак, капитан Кеннет. Где капитан Кеннет? Кому вы доверите следующую миссию? Кэтрин. Кэтрин. Какое испытание ей предстоит? На сноровку. На сноровку. Сюда. Это я напрасно уронил. Итак, это последняя игра в этом секторе. Вы это знаете? Кэтрин, это игра на две с половиной минуты. Начинается она с того момента, как дверь закроется за вами. Построить карточный домик, чтобы замкнуться и потом нажать на кнопку, чтобы получить шар. Сначала построй. Построй башню из тех пластин. Клади пластинки с двух сторон, чтобы получался треугольник. Правильно. Хорошо. Все верно. Теперь с другой стороны. Быстрее, быстрее. Хорошо. Получается. Потом положи пластинку сверху. Две минуты. Осторожнее. Ставь устойчиво. Правильно. Теперь положи сверху. Две лёжа. Клади две лёжа. Ещё одну. Правильно. Теперь два треугольника сверху. Ещё два треугольника. Я ничем не смогу им помочь. Ещё одну. Быстрее. Ещё одну лёжа. Ещё одну наверх. Правильно. Она отлично справляется. Ещё один треугольник. Ещё треугольник. Нет, постойте. Положи наверх квадрат. Кубик. Кубик. Положи наверх кубик. Так. Осторожней. Теперь соединяй. Соединяй провод. Подключи провод к верхушке. Правильно. И нажми на кнопку. Включай. Потом нажми на красную кнопку. У неё хорошо получается. Правда, Эмма? Осторожней, а то всё упадёт. Отлично, отлично. Немного помощи со стороны. Нажимай на кнопку. Теперь он открылся. Бери шар. Готово. Есть. Есть. Прекрасно. Я не смогла разглядеть. Мне пришлось его повернуть. Это было абсолютно правильно. Потому что, когда вы его повернули, вы всё сразу увидели. Сколько у нас шаров? Четыре. И сколько времени это нам даёт? Двадцать секунд. Двадцать секунд. Вы знаете математику лучше меня. Не пора ли нам в следующий сектор, капитан? Хорошо. Идите за мной. Эмма, возьмите меня за руку. Верёвка слишком высоко. Будьте осторожнее, чтобы не упасть в воду, потому что там водятся крабы-людоеды. Держитесь за верёвку. Так, друзья. Вы идёте? Рассаживайтесь за этим столом. Добро пожаловать в мой средневековый замок, который, как вы увидите, настолько тёмный и сырой, что уж наверняка никто не захочет оказаться здесь в заперти. Вы можете такое вообразить, тема? Вот именно. Капитан Кеннет, кому мы поручим следующую миссию? Эллен, какую задачу она будет решать? Задание на сноровку. На сноровку. Эллен, идите сюда. Это игра на две с половиной минуты. Удачной стрельбы. Стреляйте сначала в одну, в одну мишень. Не торопитесь. Целься лучше. Вы поняли принцип. При попадании в мишень открывается кран. Из крана польётся мёд. Ну и так далее. Надо смотреть через ту штучку? Нет, мне кажется, это отверстие для отвода глаз. Попало. Удачный выстрел. Смотрите, видите, как полился мёд? Да. Надо, чтобы кран открылся пошире. Почти попало. Это было очень близко. Чуть-чуть левее. В том же направлении, но немного левее. Совсем рядом, Эллен. Трудно научиться стрелять проповедями. Капельку пониже. Капельку пониже. Сколько осталось времени? Есть. Есть, хорошо. Одна минута. Одна минута. Просто великолепно. Вы попали во второй раз. Стреляйте по маленьким. Монах будет благодарен вам за мёд. 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 Превосходная стрельба. Попробуй попасть ещё раз в среднюю. Да. Стреляйте во вторую, чтобы вылилось больше воды. Точно. Эмма произносит вслух мои мысли. Ну, вообще-то это мёд, Эмма. Бери немного левее. Есть. Осталось 10 секунд. Выходи. Выходи, выходи. Пять, четыре, три, две, одна. Выходи. Мне очень жаль. Откройте. Эллен, боюсь, что вы заперты. Нет, извините. Эллен, не успела выйти вовремя. Я ничего не могу поделать. Это не в моих силах. Эллен, у вас всё в порядке? Да. Вы немного опоздали. Во всяком случае, мы всегда можем выкупить её, когда вы только захотите. Что вы будете делать, капитан? Сыграем в другую игру. Да? Играть будет Эрфан. Эрфан. Разгадка тайны. Тайна. Эрфан, идите со мной. Давай, дружище. Так. На эту игру вам даётся две минуты. Белый рыцарь спасёт даму, чёрный рыцарь попадёт на виселицу, если вы укажете путь. Белый рыцарь. Похоже на лабиринт. Поверни это. Вот так, вот так. Белый рыцарь спасёт даму. Тебе надо продолжить тропинку. Тот кусок положи туда. Поверни, поверни. Теперь правильно. Так и оставь. От чёрного дорожка должна везти к петле. А куда надо направить этого? Куда направить белого? Это последний. Клади его туда. Правильно. Вот так. Есть. Теперь надо проложить чёрную дорожку к виселице. Положи этот фрагмент точно в то место. Правильно, правильно. Есть. Всё верно. Одна минута. Правильно. Следующий надо класть с другой стороны. Правильно. Клади его туда. Вот так. Бери шар. Быстрее, быстрее, бери шар. Есть. Есть. Эрфан, это было замечательно. Вам понравилось? Ревосходно. Команда вам помогла? Очень помогла. Капитан Кеннет, вы получили ещё один шар. Каковы ваши планы относительно Эллен? Вы хотите выкупить её? Да, думаю, мы так и сделаем. А кто этим займётся? Эмма. Эмма, я даю вам вот это. Вы подойдёте к комнате, откроете дверь, положите шар, заверёте Эллен и вернётесь сюда. Отправляйтесь. Капитан Кеннет, кому мы дадим следующее задание? Наверное, мне на этот раз. Вам? Да. Весьмельчак. И какого рода задачу вы хотите решать? На сноровку. Эллен, пойдём, мы тебя выкупили. У вас три минуты. Входите. Поворачивай его. Не спеши, его можно вращать. Ну вот и вы. Добро пожаловать назад. Гони его наверх. Смотри, там дырка, вон там. Я вижу. Осторожнее. Не торопись. Не ходи вокруг, поворачивай его. Он знает, что надо делать? Его можно крутить в любом направлении. Да, мне надо загнать его наверх. Хорошо. Осторожнее, осторожнее. Осторожно, дырка. Осторожно, дырка. Начинай сначала. Давай, давай. Сколько ещё? Две минуты. Две. Хорошо, медленнее. Осторожно, дырка. Вот так хорошо. Осторожно. Осторожно. Нет, нет, нет. Нет. Эта штука действует на нервы. Я как ты сам пробовал. Ты получил? Но это дьявольский труд. Правильно. Хорошо, хорошо. Осталось сейчас скажу. Около одной минуты. Около минуты. Итак, ровно минута. Одна минута. Давай, всё отлично. Давай, давай. Давай, давай, но осторожно. Не сдавайся. Начни ещё раз. Сколько осталось? Сколько времени? Капитан, у вас не так много времени. У тебя мало времени. Сколько ещё? Аммм... Давай. 30 секунд. Давай дальше. Быстрее, быстрее. Действуй. Ах, как жаль. Сколько осталось? 10 секунд. Выходи. Выходи. 5, 4. Не получилось. Не удалось. Капитан Кеннетт, что мы имеем? Сколько у нас шаров? 4. 4. Было 5, теперь снова 4. Давайте переместимся во времени в другой сектор. Идите сюда. И поскорей. Вверх по каменной лестнице. Крустальный лабиринт. Держитесь вместе. Спускайтесь осторожнее, смотрите под ноги. Друзья, держитесь вместе. Мы в машинном отделении парохода «Атлантис». Видите, какие водоросли. Все на месте. Все собрались, поднимайтесь. За мной, за мной. Садитесь и старайтесь пореже дышать. Мы в океане, на большой глубине. К счастью, здесь воздушный пузырь, поэтому дышать можно. Сколько мы набрали шаров? 4. 4. 4. Было 5, но сейчас снова 4. Сколько мы пробудем под хрустальным куполом? 20 секунд. Точно, 20 секунд. Мне кажется, надо добавить шаров. Вы согласны? Да. Капитан, кто будет выполнять следующее задание? Думаю, Кэтрин. Кэтрин. Да, сэр. И что же? Задание на ловкость. На ловкость. Превосходно. Кэтрин, за мной. Ребята, все за мной. Снова в машинное отделение. Кэтрин, Кэтрин, где вы? Здесь автоматический замок. Если ваша нога коснется полокотельной, боюсь, что вы окажетесь запертой и, может быть, навсегда. У вас есть 3 минуты. И входите. Остальные могут смотреть на экраны. Прочитай надпись. Чтобы получить шар, надо поднять давление пара. А как поднять давление пара? Держись за веревку и прокатись по ней. Там есть колесо? Да. А что там на колесе? Клапан для пара. Поверни его скорей. Поверни его. Быстрей, быстрей. Крути, пока что-нибудь не произойдет. Очень хорошо. Отличный совет, капитан Кэнн. Здесь рычаг. Да, там рычаг. Тяни за него. Дерни за рычаг. Там где надпись. Там есть где-нибудь шар? Возвращайся. Быстрей, быстрей. Поверни его еще. Не забудьте, здесь автоматический замок. Не касайтесь пола в этом помещении, в котельной. Положи его в карман. Положи в карман. Быстрей. У вас осталось около двух минут. Время еще есть. Все в порядке. Спокойно, спокойно. Возвращайся скорее. Не урони шар. Не урони его. У нас пять шаров. Я успела вовремя. Сколько будет пять умножить на пять? Двадцать пять. Точно, двадцать пять. Давайте сыграем в другую игру. Капитан Кеннет, чем мы теперь займемся? Кенни, задание на смекалку. Кенни, на смекалку. Идемте. У меня для вас есть интересная загадка. Кребли-крабли-бумс. Какую дверь? А вот сюда. У вас две минуты, Кенни. Входите. Закрыть череп и кости с помощью дисков. Громче, что написано? Закрыть череп и кости с помощью дисков. Раз. Имейте в виду, время идет. Детки могут заходить за края, это не важно. Ты можешь перекрывать картинку, вот так. Да, да, так. Кребли-крабли. Я не понял, что надо делать? Да, помощь ему не нужна. Давай дальше. Нет, нет. Положи большой в середину, а вокруг него остальные. Это был дельный совет. Надо крикнуть громче. Положи большой в середину. Правильно, Кенни. Правильно, Кенни. Вы поняли главное. Правильно. Там остается белое место. Правильно. Правильно. Осталась одна минута, Кенни. Правильно. Положи это на большой кусок. Не хватает дисков. Дисков не хватило. Вон тот надо сдвинуть. Все правильно, еще немного. Ты же не знаешь, как должно быть. Это сложная задачка. По-моему, середине должен быть большой. Ты что? Ты уверен, что других нет? Тридцать секунд. Тридцать секунд. Он почти все сделал. Теперь в другом месте. Ну давай же. Пятнадцать секунд. Все закончено, кроме маленького кусочка. Восемь секунд. Неудача. Кенни, что случилось? Я не смог прикрыть последний фрагмент. Но почему? Диск не подходил. Ладно, у нас еще есть шанс. Капитан Кенни, кто будет играть в следующую игру? Я бы хотел реабилитироваться. Попробую добыть еще шар. Для реабилитации, да. По-моему, вы уже оправдали свое существование. Капитан, идите за мной. Вверх по лестнице. Капитан Кенни, сэр, это игра на две минуты. Мы возвращаемся в машинное отделение. А какого рода задания вы хотите? На сноровке? Так и быть. Входите. Время идет. Стопи корабли. Есть, готов. Неплохо, один есть. Стреляй. Стреляй прямо сейчас. Поверни его немного. Его надо повернуть. Поверни. Поверни в другую сторону. Капитан, после выстрела вы не можете изменить курс торпеды. Нажимай прямо сейчас. Поздно. Учитывайте скорость, капитан. Цельтесь с упреждением. Следи за ним. Следи. Посмотрим, сколько осталось времени. У вас одна минута, капитан. Цельтесь перед кораблем. Он потопил один. Осталось еще два. Главное, правильно учесть расстояние. Стреляй! Еще давай! Еще два осталось. Стреляй! Стреляй, стреляй! Так, 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 целься. Хорошо. 30 секунд. Есть! Еще один остался. Давай, давай! Есть! Выходи! Быстрее, выходи! Есть! Есть! Отлично, капитан. Боже, он такой мукрый. Он что, упал в воду? Нет, он выпал вместе с водой. В самом деле, это великолепно. Сколько у нас шаров? Шесть. Всего шесть. По-моему, достаточно загадок и гейзер, как вы считаете? Да. Идемте под хрустальный купол. Да! Сколько мы там пробудем? 30 секунд. Точно, 30 секунд. Это больше, чем кажется. Идите за мной. Все за мной? Держитесь вместе, Эмма с нами. Капитан Кеннет, вы и ваша команда выиграли шесть шаров. Это дает вам 30 секунд пребывания под хрустальным куполом, где вы будете собирать золотые купоны и складывать их в космическую пирамиду. Каждый серебряный купон, попавший туда, уменьшит общее количество золотых. Чтобы выиграть большой приз, надо набрать минимум 100 золотых. Это понятно. Сейчас я подниму мостик. Когда я открою дверь, вы войдете и возьметесь за поручни. А когда я свистну первый раз, вы начнете собирать купоны. Когда я свистну второй раз, надо сразу остановиться. Все понятно? Капитан? Отлично. Сейчас я открою дверь. Капитан, вы видите людей под купол? Беритесь за поручни. Включить вентиляторы. 20 секунд. 15. 10 секунд. 5 секунд. О, небеса! Это замечательно. Вы набрали всего 272 купона. 144 из них были золотые, а 128 серебряные. После вычитания серебряных из золотых остается в результате 16 золотых. И мне ужасно жаль, что вы не выиграли большой приз. Но... Я все равно дам вам большой приз. Если вы мне позволите. Да! Ладно, ладно. Рассказать вам, что это будет? Это будет поездка в Лапландию. Это на севере Финляндии, за полярным кругом. Вы будете кататься на лыжах, на санях, на снегоходах. Подружитесь с эскимосами и побываете в их домах, которые называются Иглу. Да, и вообще что. Ну, возможно, вы встретите и Деда Мороза, если он будет не очень занят. А кроме всего прочего, вы получаете хрустальные шары. Каждый возьмет с собой хрустальный шар. Капитан Кеннет, это для вас. Дайте мне пожать вашу руку, капитан, это была отличная работа. Элен, Эрфан, Кенни, храбрый моряк Эмма и помощник капитана Кэтрин. Большое вам спасибо. Мне остается только пожелать вам веселых праздников. И на этом наше время истекло. Желаю вам удачи. Пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok